В Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента страны. Со вторника ЦИК ждет списки от политических партий. Впрочем, времени еще предостаточно. Заявить о своих претендентах можно до конца ноября. Но политорганизации почему-то больше волнуют, как они будут записаны в бюллетенях. Коммунисты на этой неделе вдруг заявили, что они больше не коммунисты. Красная партия убрала это слово из своего названия и стала просто народной. Неужели в Казахстане пришел конец целой эпохи? Глава ячейки Айкын Кануров объяснил, что от своих социалистических идей партия, конечно, отказываться не станет. А ребрендинг нужен, чтобы не отпугивать потенциальный электорат. Мы расширяем наш электорат. Мы привлекаем тех людей, которые разделяют наши взгляды, но которые не могли по каким-то своим внутренним убеждениям присоединиться именно к КНП Казахстана. Поэтому я думаю, что внутри партии, несмотря на то, что некоторые взгляды внутри бывших членов партии будут расходиться, мы это ожидаем. Нас это не страшит, потому что у нас есть четкие аргументы, у нас есть история работы в парламенте. О парламенте Кануров на съезде говорил много, причем с полной уверенностью, что снова туда попадет. Теперь уже бывшие коммунисты заявили, что с легкостью преодолеют 7-процентный барьер на выборах и непременно окажутся в стане оппозиции. Ведь именно таковой они себя считают. Кстати, ни одна КНПК пытается переписать свою историю. Недавно о ребрендинге заявила партия «Берлик». Но единства им, кажется, не хватило. Ведь еще месяц назад лидер ячейки пытался объединиться с партией «Аул». Но те отказались и теперь пойдут на выборы самостоятельно, как и новая, а в дословном переводе – честная партия. А вот кто уже определился со списками кандидатов, так это Нуратан. Правящая партия провела внутренние дебаты в столице Алматы. В них участвуют победители праймерис. Их же предлагают внести в список кандидатов в местные маслехаты и мажилиз парламента. От Алматы делегировали известных общественных деятелей и бизнесменов. Треть мест отдали молодежи и женщинам. Как того требует закон. Проявили представители малого и среднего бизнеса. Считаю приоритетным для сохранения репродуктивного здоровья женщин и подростков обратить внимание на важность повышения статуса материнства и детства. Предлагаю создать государственный алиментный фонд для выплаты финансовых средств на условиях компенсации с последующим взысканием данной суммы с алимейщика. Данный проект предлагаю запустить в городе Алматы в виде пилота. Напомнила о себе на неделе и партия предпринимателей. На последнем заседании мы жилиса, а кжоловцы и вовсе устроили демарш. Фракция раскритиковала проект закона о тех регулировании, которые представил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. И хотя сам документ вызвал вопросы у многих депутатов, представители Акжола заявили, что их предложение никто не учел и объявили бойкот. На наш взгляд, разработчик в лице Министерства торговли и интеграции, формально переписав ведомственные процедуры, так и не затронул системные вопросы данной сферы. Хотя мы неоднократно и на разных этапах направляли свои предложения и замечания как исполнителям, так и вам лично, уважаемый господин министр. Мы понимаем, что комитет и рабочая группа провели большую работу над документом, но с учетом высказанного не представляется возможным нашей фракции поддержать данный законопроект. Поэтому фракция Демпартия Акжол воздерживается при голосовании по указанному законопроекту. Но, кстати, на исход голосование это не повлияло. Законопроект в первом чтении все равно приняли большинством голосов. Как будут увеличивать свою численность в парламенте Акжоловцы, видимо, решат на съезде. Он запланирован на 20 число. С собраниями определились уже все партии. Аул назначил его на 18 ноября, а ДАЛ соберется на следующий день. Позже других проведут заседание Нуратан и партия ОСДП. Тем временем казахстанцев активно приглашают в наблюдатели. Сразу два фонда заявили, что готовы обучать людей следить за ходом голосования. Активисты говорят, стране сейчас не хватает грамотных наблюдателей. Сейчас выросло новое поколение казахстанцев. Это одни называют миллениуми. Это люди, кому сейчас 20 лет. Они вот впервые придут избирать на избирательный участок. Мы хотим через наши честные выборы, ТАЗА-Сайлау, воспитать новое поколение политиков, новое поколение людей, которые будут профессионально наблюдать за нашими выборами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова